В первой лиге чемпионата Беларуси по футболу сыгран девятый тур. Он ознаменовался тем, что форвард Гомель Александр Янченко наконец-то прервал свою безголевую серию. Кроме того, в областном центре в очном поединке сошлись вторая и третья команды чемпионата. Подробности далее. Последний вояж Могилевского Днепра в Гомельскую область завершился конфузом. В 1-32 финала Кубка страны могилевчане встречались с Калинковической вертикалью и проиграли 1-2. Главком Днепра всю вину за это поражение взял на себя. Есть в этом и свои плюсы. Команда полностью может сосредоточиться на главной цели сезона – возвращении в высшую лигу. Мы обязаны были при любом раскладе, скажем, уважая соперника, все-таки этот этап проходить. Но так сложились обстоятельства, которые, наверное, нас наказали за нашу такую, наверное, в большей степени это тренерское отражение, я его беру на себя не только, чтобы прикрыть кого-то. Это действительно мои решения и по стартовому составу, и управление игрой. Гомель жил в Дортранс. Стадио 1-32 финала Кубка преодолел успешно. И ждал в гости Днепр с хорошим настроением. Хотя понятно было, что игра будет очень непростой. Даже несмотря на то, что в таблице команда разделяет всего один балл. Гости свои планы на игру озвучили уже на 14-й минуте. Дмитрий Терещенко издалека пробил без шансов для вратаря Гомельчан. В первом тайме игровое преимущество было на стороне гостей, однако хозяева успешно отбивались. Сил до перерыва не хватило. На 41-й минуте Александр Гаврюшко замкнул головой передачу партнера и сделал счет 2-0 в пользу Днепра. Спустя 3 минуты преимущество Мигельвчан выросло до трех голов. Отличился Мурат Хотов. На самом старте второй половины он оформил дубль. Гомельчане невнимательно сыграли в своей штрафной и судья показал на точку. Игрок Днепра не промахнулся. Дальше Мигельвчане играли по счету, а хозяева потихонечку начали напирать на ворота соперника. Опасность несли стандарты в исполнении Гомель-Желдор-Транса. Защита Днепра была на высоте до 82-й минуты. Ошибка привела к пенальти, который реализовал Павел Павлюченко. 1-4 и Гомель-Желдор-Транс терпит первое поражение в сезоне. Очень благодарен футболистам, что сегодня была игра на результат. Может быть, она была не очень с нашей стороны эстетическая, но считаю, что с обеих сторон она была достаточно динамичной и плотность игры была достаточно высокая. Мы реализовали свои моменты, очень эффективно к ним, к реализации подошли. И я думаю, что потом уже, конечно, нам было чуть проще играть, в принципе, по счету сопернику приходилось идти большими силами. Но считаю, что в любом случае мы оборонялись достаточно высоко, поэтому очень мало было таких моментов в наших ворот, если только со стандартных положений. Мы работаем, и все к игре, к игре готовимся. Так что поценивать на каком месте будем, наверное, осенью оценивать, как бы нам все равно на данном этапе мы понимаем, что с Гомелем и Днепром играться нам тяжко. А так, в сущности, мы в прошлом году уже второй круг немного играли прилично. Я думаю, что где-то мы рассчитывали быть на месте пятом. Ну, на третьем, значит, на третьем. Я думаю, нормальный результат показываем. Не проигрывает пока только одна команда – футбольный клуб «Гомель». На выезде «Зелено-белые» забили четыре безответных мяча в ворота Смолевичей. Приятно, что счет своим голевым ударом открыл Александр Янченко, не забивавший с минувшего сезона. Также отличились «Барсуков», «Юденков» и «Гомза». Светлогорский «Химик» лишь под занавес матча сумел уйти от поражения в игре против «Столичного торпеда» 1-1. В турнирной таблице «Гомель» по-прежнему лидирует. В активе «Зелено-белых» 25 баллов. На три очка меньше у Днепра. У «Гомель» жил «Дор Транса» 18 баллов и третье место. Светлогорский «Химик» имея в активе 8 баллов на 13-й позиции. Спартакеада детско-юношеский спортивный школ по парусному спорту состоялась в Гомеле. Эти соревнования стали традиционными и проводятся на Гомельской акватории уже более десятка лет. Как всегда, в соревнованиях приняли участие 4 команды. Такое небольшое количество участников обусловлено тем, что парусный спорт в стране культивирует только 4 спортшколы. Столичный из Дюшор и Республиканский центр олимпийской подготовки – Гродненская из Дюшор-Неман и Гомельская спортшкола «Омега». Соревновались ребята в трех классах. Лазер 4,7 – это ступень к олимпийским лазеру «Радиал» и лазеру «Стандарт», а также оптимист и кадет. Всего их смены провели 10 гонок. Главная задача – преодолеть дистанцию по определенной траектории как можно быстрее. Кажется, все просто, однако правил и нюансов в парусном спорте немало. Их необходимо строго соблюдать и учитывать. Наказанием может быть дисквалификация. «Основное, где могут получить штрафы, это за нарушение 42-го правила. Это средства движения. То есть они должны честно пользоваться своим парусом. В пределах правил не размахивать им, не раскачивать лодку, не грести рулем на старте. За этим у нас специальный председательный комитет есть и ампайеров, которые следят за наблюдением этого правила. Также можно получить не штраф, а взяв фальстарт. То есть придется вернуться и начать заново, когда все уже пойдут вперед». Команда Республиканского центра олимпийской подготовки по парусному спорту приехала на соревнования в Гомель в качестве фаворита. В минувшем году они выиграли спартакиаду. В нынешнем планы такие же. Правда, команда серьезно обновилась. «Есть новички, как бы везде, в зависимости от возрастных каких-то показателей, где-то приводятся спортсмены более молодые, приводятся спортсмены те, которые были в прошлом году, позапрошлом году мы тоже выиграли. Поэтому спортсмены практически 50% нового состава. Мы всегда стараемся приезжать сюда за победы, но, как в любом виде спорта, всегда побеждает сильнейший. Поэтому, что будет в этом году, покажет практика». Вода и ветер расставили все по своим местам. В нынешнем году спортсмены Центра олимпийской подготовки довольствовались только третьим местом в общем зачете. Победила команда столичной из «Дюшор». Воспитанники из «Дюшор» Неман из Гродно стали вторыми. А вот к гомельчанам родные воды были не столь благосклонны. Хозяева замкнули четверку. Радует, что гомельчане успешно выступили в самом быстром классе – «Лазер-4,7». Игорь Коробко стал победителем. На строку ниже в итоговом протоколе расположилась еще одна воспитанница Дю США «Омега» София Медведева. В Гомеле состоялся кубок области по плаванию. В течение двух дней сильнейших во дворце водных видов спорта выявляли юноши и девушки. На кону был не только трофей, но и место в рядах сборной области, которая отправится на республиканский турнир. За кубок области боролись восемь команд, которые представляли все районы Гомеля, а также Жлобин, Речицу, Мозырь и Светлогорс. В каждой команде по 16 человек. Некоторых из этих спортсменов уже сейчас можно называть будущим белорусского плавания. Среди участников были кандидаты и мастера спорта. Ребята, уже имеющие звание кандидата в мастера спорта, мастер спорта, сегодня борются за звание сильнейших в Гомельской области и, соответственно, будут представлять интересы нашей области на предстоящих соревнованиях. Очень важное для нас, потому что здесь сегодня находятся тренера по резерву, сегодня находятся тренера училища Олимпийского резерва. А у нас впереди зачисление училища Олимпийского резерва. И, конечно, здесь хорошая площадка им показать свои результаты и, соответственно, быть замеченным. За два дня в бассейне Дворца водных видов спорта разыграли почти 40 комплектов наград. Некоторые спортсмены поднимались на пьедестал не один и не два раза. По итогам церемонии награждения на груди некоторых блестели рос и пиноград. Мастер спорта жлобенчанка Дарья Руденко увезла домой три золотые и одну бронзовую медаль. Турнир скоротечный, а потому непростой. Пришлось даже ставить своеобразные рекорды. Вчера было тяжеловато, потому что было четыре дистанции сразу. В один день это для меня впервые. И я, не знаю, справилась со всем. По мнению спортсменки, выступление на кубке удалось. Однако предела совершенства, как говорится, нет. Тем более, что подготовка к турниру шла серьезная. Ведь на кону место в сборной области. Завоеванные дарьей награды помогли команде Жлобина победить в общем зачете и выиграть кубок области. Отметим, что это значительное достижение. Отделение плавания в райцентре появилось сравнительно недавно. И вот там уже воспитали своих мастеров спорта. Я думаю, еще есть много над чем нам поработать. Это только первые ласточки. И надеюсь, что в 2020 году мы уже сможем подготовить того спортсмена, которое будет представлять Гомельскую область от лица Жлобина на Олимпийских играх. Второе место заняла команда центрального района Гомеля. На третьем – советский район областного центра. По итогам Кубка области будет сформирована сборная команда из 24 спортсменов, которые представят наш регион на Кубке страны, который в середине июля пройдет в Бресте. Еще один Кубок области состоялся на минувшей неделе, правда уже по конному спорту. В программе турнира были соревнования по конкуру, двоеборью и выездке. В общем, все основные виды конного спорта были представлены. Эти традиционные соревнования проводятся с прицелом на перспективу. Участие принимают в основном воспитанники областного центра Олимпийского резерва. В этом году из именитых спортсменов был только мастер спорта международного класса Александр Фоминов. Кстати, он также выходит из областного цора. Правда, выступал Фоминов вне конкурса. За медали боролась молодежь. Дело в том, что у нас резерв, и поэтому сейчас выступают в основном дети. То наша задача подготовить именно молодежь. В программе соревнований по конкуру было два маршрута. Первый – с высотой препятствий до 85 сантиметров. Здесь лучшей стала Татьяна Радевич. И второй, где преграды были на уровне метра. Золото в этой категории завоевала Мария Романюк. В двоеборе с преодолением препятствий и манежной ездой лучше всех справилась Дарья Паникова. Впервые в соревнованиях по выездке, помимо обязательных программ с установленными схемами, таких как малые, предварительные и командные призы, был и кюр. Его можно назвать произвольной программой. Если все схемы выездки проводятся по обязательной программе в рамках манежа, по определенным точкам, по определенной схеме и выставляются за элементы оценки, то в кюре садник подбирает сам себе музыку, сам подбирает себе, где исполнять эти элементы. Хотя обязательные элементы есть. Но тут больше оценивается подбор музыки, гармония садника с лошадью под музыку. В программе езды для лошадей до 4 лет первенствовала Ангелина Фролова. В кюре по программе средний приз номер один победила Виктория Ермак. Серебро у Ангелины Фроловой. В малом призе девушки поменялись местами. Первенствовала Фролова, а Ермак стала второй. В обеих дисциплинах бронза досталась Ирине Павловой. Волнение о том, что попадешь в музыку, не попадешь, выполнит ли лошадь все твои элементы, что ты ему предложишь в данный момент, это как-то волнительнее, чем просто у тебя есть схема, ты садишься и понимаешь, что тебе там можно работать, именно определенный элемент в определенное время. В юношеских соревнованиях по выездке все награды высшей пробы собрала Анастасия Резванова. Она выиграла предварительные и командные призы, стала лучше и в кюре. Кстати, для нее это был дебют. Ранее участвовать в соревнованиях по этой категории выездки Анастасии не приходилось. Подготовка заняла месяц. Кюр мы ехали первый раз, но самое легче, по-моему, предварительный приз. Мы музыку очень долго подбирали, в наушниках ездили, чтобы музыку чувствовать на лошади. Полученный на Кубке Гомельской области опыт уже скоро пригодится гомельским спортсменам. Олимпийские дни молодежи по троеборью состоятся уже в июле. В конкуре награды подобного турнира разыграют в сентябре. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова